Добрый день! Итак, я отсканировал книгу разрешением 300dpi grayscale 8 бит. Каждый файл это почти 25 мегабайт. Таких файлов не так уже много. Но это еще не готовая книга для печати, для репринта. Это хороший исходный материал. Сама книга достаточно чистая, поэтому дальнейшей обработки почти не требуют. Программа ScanCramSator, которая есть в Кабу Портабл, Приложение, Прекрасная программа. Вот экспорт ее работы. Я запустил ее ранее. Она нарезала развороты на по страницам. И получился уже хороший, чистый файл. Он весит всего несколько, меньше 250 кбайт. Это невероятно. Это очень компактно. Весь мусор убран. Почти весь. Единственное, не все... Ну, видно, что вот здесь надо еще почищать. А на самом деле надо не почищать вот это, а просто выровнять картинки по вертикальной и горизонтальной линии. Для этого файлы, которые взяты из экспорта скан Крамсатора. Сначала мы запускаем нарезку, потом обработку. Чистить в самом Крамсаторе нет необходимости. Есть все-таки более удобный инструмент. Тем более, что все равно... Фотошопы быстрее. Фотошопы быстрее. И для создания электронной книги, скорее всего, скан Крамсатора было бы достаточно. То, что он может... Это очень мощный инструмент. Ничего похожего нет нигде. Если бы я знал о скан Крамсаторе, когда я делал Кнауэра, я потратил бы гораздо меньше недель работы. Итак, фотошоп. Я открыл одну страницу и нарисовал квадрат. Квадрат сверху, квадрат снизу. Одинакового размера. Квадрат слева, квадрат справа. Опять же, одинакового размера. Для чего я это сделал? Для того, чтобы знать, какую образцовую страницу создать. В эту образцовую страницу я буду копировать все остальные. Итак, у меня есть фон, есть квадратики. Что я делаю? Я беру и нарезаю по границе этих квадратов. по границе этих квадратов. Ctrl, плюс. Я подъезжаю ближе, чтобы видеть не отрезание чего лишнего. Но фотошоп умный, он лишнего не даст. Он обрезает по границе нарисованного квадрата. Отлично. Войной щелчок. Я получил тот размер, который меня устраивает. Итак, C, Ctrl, N. Новая страница. Итак, моя образцовая страница это такой ширины, такой высоты. 600 пиксель дюйм, хорошо. 8 бит. Наверное, у меня все устраивает. Окей. И я взял вот любую попавшуюся мне фотографию. Файл открыть. Не фотографию, а скан страницы. Вот они все, прежде чем я. Я могу взять любой. Я выделю Ctrl, A, Ctrl, C, Ctrl, V. Что я делаю? Рассмотр линейки. Я рисую верхнюю линию. То есть, хватаю, получается, нажимаю левую кнопку мыши над областью линейки и левую. И отпускаю. Вот, едем чуть ближе, чтобы отрегулировать как-то так. Тут не требуется выравнять полумиллиметры этого более чем достаточно. чтобы отрегулировать по высоте, пожалуй, я добавлю еще одну линейку. Да. Видите, верхняя линия должна быть над. Так, гораздо лучше. И сохраняем файл. Сохранить как? это был сто девяносто седьмой? Да, сто девяносто седьмой. Сохранить. лсв пусть будет. О, поэтому я мало понимаю, поэтому вроде все хорошо. лсв. Наш сохраненный файл. он на порядок больше. Почему? Потому что я изменил профиль для... Я не думаю, что для нас это плохо. Хотя... Хотя не знаю. Файл уже не 20 мегабайт, но в разы больше, чем исходный файл. это идеально ровный файл. В нем ничего больше не требуется делать. Слой я могу переименовать в сто девяносто седьмой. И добавить туда сто сорок третий. Сто сорок третий. Я могу спрятать. и что я делаю? Я руководствуюсь этими моими линейками. Примерно накидываю ну и выравниваю уже ближе. как-то так. Сто сорок третий. Сто сорок третий. Файл получится большой, но можно разбиваться на несколько файлов. тут можно сразу почистить. Мы добавим просто белый фон в самом низу. Мы добавим белый фон, чтобы программа умерла. Хорошо. Это поворот, но я вроде сохранил файл с настройками. ну то есть мы добавляем белый фоновый слой. Запустим в фотошоп заново но уже не но уже не не 64-битный а просто 64-битный похоже работает не очень неисправно. Наша задача иметь ровные файлы без большого мусора. Какие-то небольшие отклонения для нас не столь важны. Знак корня прекрасен. Более это не требуется если видно, что какая-нибудь буква куда-то уехала ее берем из одного места и копируем другое место. Но и не более того. Если где-то вся страница пропечаталась плохо, не беда, лишь бы читаема. Попробуем загрузить наш файл. Наш файл находится в . Сейчас найдем его. файл. Возьмем любую другую страницу. Возьмем Отлично. Тут еще видна фоновая страница. Восстановлено. Нет, нам восстановлено не надо. Выделяем. Если это был стоим это седьмой. прячем добавляем белый фон. Белый фон инструмент слегка есть. Добавили сто ч... Как добавить 112? Напишем название файла, не номер страницы. White. И надо его заморозить. Да, заморозили. Отлично. Подъезжаем. Подъезжаем. работа не пыльная. На всякий случай сохраним. Сохранили. Итак, мы видим мусор. Что мы делаем с мусором? Мы его выделяем и нажимаем на клавиатуру delete. Программа команд commsator настолько хорошо готовит файл, что мне почти ничего не остается делать. Внутри самого текста все превосходно. Сохранить. И так 112. 112. снимаем слои. Это будет уже не файл. Сейчас получается, если оставить слои, то каждый из этих сохраненных файлов будет сохранять все эти слои. Файла несколько сотен мегабайт. Нам нет необходимости сохранить. Ок. Вот наш главный файл. вот этот. Закрываем и смотрим. То есть на самом деле 305 килобайт файл не сильно вырос. Здесь слои. Отсюда размер. Слои нам здесь не нужны. отличный файл. 112. Берем после 112 идет 113 Ctrl A Ctrl C вставляем мышкой тянем примерно на место Ctrl плюс подъезжаем ближе. Мышкой вверх. Отъезжаем. Выделяем мусор. Нажимаем Delete. Все. Страница готова. 113 сохраняем 113 сохраняем так как мы только что видели как падает программа не стало ничего сохраняется в фоновом режиме. хорошо. сохраняется в фоновом режиме. сохранить как и 113 и каждый раз получается надо не забывать снимать слои. сохраняем 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 окей вот таким образом нужно обработать все 351 страницу во втором томе в словаре и я еще пока не обрабатывал с комсатором но сделаю это первый том тут меньше страниц но тем не менее работа похожая то есть 93 файла тут то есть развороты 93 разворота здесь 176 разворотов то есть страниц будет два раза больше и когда мы соберем такую такую книжку правой кнопкой объединить файлы с программой Acrobat наша задача будет получить PDF файл типографии объединить файлы и собственно книга готова к печати подробно методом кто в в в в в в это уже такой идеализм я так и делал очищал все и сейчас будет сохранить и сохранить как 112 две слоё окей и вот у нас уже чистый файл почище собственно вот такая вот задача тут видно например что здесь есть небольшая дуга то есть левая часть чуть чуть ниже и правая чуть чуть ниже чем центр но это не беда этим мы не будем заниматься это останется так как есть это уже дефекты которые не требуют устранения собственно если бы мы хотели бы получить такую нибудь буку например например у нас был так я выкладываю слово пропало 291 291 291 282 291 292 394 294 294 284 Переназову как Frish Template. Слои, да, нужны слои. Этот можем закрывать. Итак, что мы тут имеем? Мы имеем такой мусор, который легче скопировать буквы с другого места, чем убить этот мусор. Здесь берем букву U. Сразу берем обе буквы. Не, ну Ctrl-C, Ctrl-N, я ошибку не знаю. Ctrl-V. И тянем. Нужем мышкой, можем курсором. Итак, смотрим. Отлично. И что мы делаем? Берем слой 291, держим Shift, нажимаем на левую кнопку мыши на слой. Правую кнопку. Связать, создать, объединить. И снова переменуем на 291. Все. У нас 291, чистый. Сохранить. И 291. И можно уже выдать как готовый продукт с почищенными буквами. Сохранить. Ок. Собственно, вот, как будто бы ничего не было. Так, возьмем сильно кривую страницу, 51, 53 тоже кривовато. Но тут сначала, перед тем, как переносить, можем повыпромлять. Не окончательно, но так, изображение, режим. Чтобы что-либо менять, нужно будет принять на градации серого, битового режима. Не даст нам это сделать, а вращение изображения произвольно. Флор часовой против часовой, против часовой, но давайте там 15, нет, 10, 10 даже много, 7. Так, Ctrl-A, Ctrl-C. И перенесем наши позиции. Дальше, вот, сейчас давайте быстрее шарит его. Мы executing, как минимум. Если мы с тобой вмешали все, то еще раз, пока что мы с тобой. У нас тут возникло… Получаем. Поехали, а вот здесь здесь. Зараз-дох, заход, заход, заход. Изображение, произвольное, один обратно, почасовой, один. Таким даже много изображений, произвольное, почасовое. Не знаю, можно ли половину. Не можно попробовать, да, можно ли половину. Этот слайм мне не нравится. Скопировать. Удалить. Да, удалить. Удалили, контролы вставляем чуть поправленные. Чуть поправленные, еще хуже, чем старые. Хорошо. Проще будет все на документе. Есть. Более чем достаточно. Двонил щелчок, чтобы подтвердить. Есть. И что? Подчищаем. Подчищаем. Углы. Углы все. Тут надо внимательно, иначе в книжке будет черное пятно. Оно. 53. 0,53. Сохранить. Сохранить. Тут важно не просто назвать 53, а 0,53, иначе нумерация будет нарушно. Слои снимаем. Окей. Ну, собственно, что у нас было? Кривой был. Буквы дорисовывали. Пятна убирали. Ну вот, в данном случае пропало одно слово. Угу. Можно свериться по другому скану. У меня есть второй скан, но на худой конец придется искать еще третий экземпляр книги. Собственно, вот. Используя программу скан кромсатора мы готовим промежуточные файлы из наших высококачественных сканов. На эти сканы у меня ушла вся ночь. Порядка 11 часов. Сканер работал медленно. Виртуальная XP сбоила. Тем не менее, работа была завершена. Собственно, это работа подготовки репринта. Надеюсь, что показал все сложности, с какими можно столкнуться. Спасибо большое. Прошу я. Продолжение следует...